МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Как всегда, в ближайшие 40 минут мы говорим о людях и событиях, заслуживающих особого внимания. Это Вести Хакасия, события недели. С вами Марина Конодакова. Цены под прицелом продукта и товары подорожали, но сделать с этим пока ничего нельзя, заявили в антимонопольной службе. Лекарства тоже дорожают. Может ли обостриться дефицит препаратов для льготников? Об этом расскажет наш эксперт, помощник министра здравоохранения Михаил Мальгин. Культура и бизнес будут рядом. Музейный комплекс еще строится, а власти уже думают, как не разориться на его содержании. Ветераны продолжают свой рассказ в рубрике Герои Победы. Концерт по просьбам зрителей состоится в Хакасске Новый год. Что ждет любителей музыки, расскажет гость студии, композитор Татьяна Шалгинова. Цены растут, но наказать за это пока никого нельзя. В этом признается антимонопольная служба, единственное ведомство, которое может привлечь недобросовестных продавцов к ответственности. Проблема в несовершенстве закона, который все отдает на откуп рынку. Тем не менее, определенные возможности контроля у государства все же есть. О них расскажет Виктор Лушников. В совместной проверке прокуратуры, антимонопольщиков и специалистов Роспотребнадзора показали, что самый резкий рост стоимости продуктов зафиксирован в январе. Цены на мясо и некоторые виды овощей практически во всех торговых сетях Хакасии были выше оптовых на 30-50%. Цены растут. Это и надо было ожидать. Мясо подорожало, яйца подорожали. Колбаса, молоко, сыр, мясо. Но доказать факт сговора антимонопольному ведомству не удалось. У сетевых компаний разные оптовики. Розничные цены, пусть хоть на 50 копеек или рубль, но тоже отличаются. Формально законы рынка не нарушены. Как говорится, потребитель вправе поискать и найти, где дешевле. Если происходит какой-то рост, то он, естественно, обусловлен ростом отпускной цены. Более детальный анализ ценообразования сотрудники антимонопольного ведомства провели по гречке. Переписка с производителями, оптовиками, магазинами занимает 5 томов. Более 250 адресатов. Выяснились любопытные детали. Еще осенью у производителей килограмм гречки стоил 20 рублей, а на полках ее цена была в 4-5 раз выше. Основная причина увеличения розничных цен на данный продукт явилось большое количество фирм-посредников. В связи с чем была направлена информация к губернатору республики Хакаси, для того, чтобы провести работу с торговыми сетями, в первую очередь в части исключения большого количества фирм-посредников. При работе мы увидели о том, что от 7 до 10 посредников работают при поставке продукции в нашу республику. Это очень многое. Каждый из них накручивает цену в каждом звене. Еще одна рекомендация республиканским властям – выпустить на рынок продукцию местного производителя. Удивительно, но это предприятие отгружает всю гречку в Петербург по 48 рублей за килограмм, а оттуда эта же крупа приходит в магазины Хакаси уже по 107 рублей. По аналогии растут цены и на другие продукты. Сейчас запросили информацию о том, кто у нас из сетей доминирует. В том случае, если эта сеть будет доминировать, то мы придем на конкретную такую проверку, потому что фактов нарушения и фактов завышения цены у нас очень много, и мы будем работать непосредственно с этим хозсубъектом. То есть, если компания занимает более 35% рынка, только тогда ее реально оштрафовать. В другом случае, с продажей мяса на сельхозрынке факт сговора смогли доказать, но наказать никого не удалось. Предприниматели просто испарились с рынка. И в том, что на 20 рублей снизилась стоимость куриного мяса, заслуги контролирующего ведомства нет. Помогла конкуренция. Шушенская птицефабрика поставила там свой ларек. Остальные продавцы вынужденно переписали ценники. Но расслабиться предпринимателям не дадут. Цены на основные продукты контролируют еженедельно. Поэтому не исключено, что в антимонопольном ведомстве появятся новые дела в отношении тех, кто нарушает законы рынка. Виктор Лушников, Дмитрий Парахин. Вести Хакасия. События недели. Единственное, кто может ответить за незаконное повышение цен, это компания Хакаснефтепродукт, филиал Роснефти. Более двух месяцев назад антимонопольная служба возбудила дело против предприятия по факту нарушения закона о конкуренции. В ходе разбирательства представители филиала Роснефти утверждали, что несмотря на падение оптовых цен на бензин, транспортные и иные расходы компаний были так велики, что напротив могло произойти резкое удорожание топлива. Юристы компании даже приводили цифры. 92-й, к примеру, должен стоить чуть ли не на треть больше, чем есть сейчас. Однако затем выяснилось, несмотря на убытки предприятия, управленцам, к примеру, повысили зарплату. Это не нарушение закона, а личное дело компании. Но, тем не менее, эксперты намерены внимательно изучить, почему компания так много тратила, что не могла позволить себе снижение отпускных цен на топливо. Мы рассматриваем, в какой динамике менялись эти расходы в зависимости от расходов, которые и ценников на автозаправочной станции. Сейчас говорить о том, что мы видим нарушение, где-то в чем-то было превышение, пока рано, я не могу, поскольку нам нужно все выяснить. Расследование будет продолжаться еще долго. Хакас нефтепродукт своей вины не признает и защищаться будет до конца. Никто не хочет терять денег. Ведь в случае поражения придется заплатить солидный штраф. Так что вся надежда на профессионализм специалистов УФАС. Кстати, по итогам прошлого года они впервые заняли третье место среди других территориальных управлений Федеральной антибонопольной службы. Результат впечатляющий. Волнуют у россиян и цены на лекарства. Прежде всего переживают льготники, которым положены бесплатные медпрепараты. С учетом того, что из-за курса валют таблетки сильно подорожали, люди опасаются, что традиционный дефицит в этом году может еще больше обостриться. Так ли это на самом деле? И к чему готовится Минздрав? Мы спросили помощника министра здравоохранения Хакасии Михаила Мальгина. Здравствуйте, Михаил Григорьевич. Добрый день. Итак, как решается у нас сейчас вопрос с госзакупками на лекарства для льготников? Потому что мы все помним прежний опыт, когда у нас регулярно и периодично встает эта проблема. А сейчас в связи с экономическим кризисом, в связи с тем, что лекарства довольно значительно подорожали, можно ли ожидать, что ситуация еще больше ухудшится? Или вы что-то делаете для ее упреждения? Ну, начну с того, что сумма средств, которые нам выделены на дополнительное лекарственное обеспечение, у нас не уменьшилась по сравнению с 2014 годом. То есть нам известно, сколько на федералов у нас, это 131 миллион, чуть более 131 миллиона рублей у нас средств предусмотрено. И на региональных льготников в пределах 260 миллионов. Что сказать о том, что, учитывая кризисную ситуацию и сложности экономики, на сегодняшний день, с 1 января, вступило в силу новое постановление правительства, где утвержден перечень жизненно важных и важнейших лекарственных средств. Для чего этот перечень создается? Он создается для того, чтобы можно было с стороны государства регулировать цены. Те цифры, которые вы озвучивали по федеральным льготникам, по республиканским, что они остались на прежнем уровне, но цены-то выросли? Ну, цены выросли на лекарства в рознице. То есть, когда мы с вами приходим, покупаем на розничную сеть, да. А для вас нет? Для нас цены будут вот на этот перечень, который утвердило правительство с 1 марта. Он вступил в силу. На них будут фиксированные цены по всей Российской Федерации. Поэтому мы надеемся, что вот эти цены в этом перечне не будут меняться по отношению к прошлому году. Это первое. Второе. Как было заявлено в этом перечне, практически 400 с небольшим наименованием препаратов, а точнее это 67% препаратов, которые производятся в Российской Федерации. То есть, тем более, на них цены будут ниже, чем импортные. И по качеству они будут нисколько не хуже, так как они включены в этот перечень, над этим долго работали. Что включить? Мы надеемся, что за счет вот этого перечня жизненно важных препаратов нам удастся произвести закупки в том же объеме, в котором мы закупали в 2014 году. Другими словами, дефицит все-таки может быть во втором полугодии? Дефицит всегда присутствовал и в лучшие годы, и в прошлом году присутствовал дефицит. Он связан не только с ценами, хотя и с ценами тоже, но это еще и связано с количеством людей, которые хотят воспользоваться льготой. А это количество у нас нестабильно, оно всегда меняется, чаще всего в сторону увеличения. Михаил Григорьевич, на последнем совещании правительства Виктор Зимин, глава Хакасии, предложил Минздраву работать с теми поставщиками лекарств, кто делает наименьшую накрутку. Вот у нас есть комментарии главы по этому поводу, давайте его послушаем. Мы же видим свой рынок, правда? И кто как нами пользуется. А когда беда, те партнеры, которые не встают рядом, а задирают цены, баснословно, это называется нами пользуются. Ну, не всегда нравится человек, когда им пользуются, правда? Он потом чуть силы набирается и вспоминает об этих вещах. А мы с вами власть и имеем право как раз защищать интересы населения. Согласен ли Минздрав с такой позицией, что все равно власти должны как-то регулировать эту ситуацию с бизнесом? И как сейчас прорабатывается вопрос в Минздраве? Безусловно, мы согласны, мы же понимаем, что это меры социальной защиты населения, это средства бюджета республики Хакасия и федеральные средства. На сегодняшний день этот вопрос регулируется рамками 44-го федерального закона о госзакупках. Но, тем не менее, в рамках этого закона тоже можно более внимательно, скажем, составлять техническое задание или перечень препаратов, заявку, чтобы туда могли попадать не только препараты дорогие, так скажем, оригинальные, но и препараты, которые, так называемые, дженерики, которые могут быть на порядок дешевле, но по своим свойствам и качествам нисколько не ниже. Я благодарю вас, Михаил Григорьевич, за то, что вы нашли время и ответили на наши вопросы. Всего доброго. К другим темам. Новый музейный комплекс еще строится, а власти уже думают над тем, как его использовать. Огромной площади займет не только музей, но и другие организации, даже частный бизнес. А управлять объектом будет специальная дирекция. О трудностях освоения больших объектов нам рассказал первый заместитель главы Хакасии Олег Нам. С каждым днем стройка все больше приобретает контуры будущего музейного комплекса, аналогов которому за Уралом нет. Проект петербургского архитектора Валентина Гаврилова удивил еще будучи на бумаге. Сейчас же масштаб идеи поражает еще больше. Но построить музей – это только полпути. Не менее важно грамотно и эффективно заполнить здание. Уже известно, что в него переедет не только краевический музей, но и филармония, так как в новом комплексе предусмотрен концертный зал на тысячу мест. Также здесь разместятся конференц-залы и другие помещения с необходимой инфраструктурой для приема гостей. При этом чиновники вынуждены думать не только о культурной составляющей. Об устройстве и содержании здания обойдется по предварительным данным в 200 миллионов рублей. Понимаем так, что те площади, которые есть в условиях сибирского региона, необходимо отапливать, содержать, что потребует значительных средств. Задача дирекции будет при безусловном сохранении целевого назначения зданий и сооружений создать возможность для самоокупаемости. Планируется, что часть помещения передадут в аренду, желающим открыть ресторан, сувенирную лавку и другой бизнес на территории комплекса. Зал филармонии будет способен принимать звезд мирового уровня, так что концерты тоже могут стать доходной статьей. Да и в самом музее, надеются власти, число посетителей вырастет. Ведь оборудован он будет по последнему слову техники, за счет чего экспозиции станут более выигрышно смотреться. Совместить культуру и бизнес сложно, но возможно, полагают в правительстве. Мы должны сохранить целевое назначение, но при этом, так скажем, выполнить ту экономическую задачу, которая стоит перед нами глава, но и диктует нам жизнь. Поэтому мы занялись этим заблаговременно. Хотелось бы, конечно, чтобы мы сократили издержки по содержанию знаний буквально с момента ввода в эксплуатацию. Поэтому над этой задачей работаем. Как она у нас получится, мы думаем, что мы после ввода в эксплуатацию с вами можем встретиться, переговорить. Мы пройдем по самому музею и посмотрим. Планировка и оснащение комплекса – огромная работа, поэтому создается специальная дирекция, которая займется непосредственно вопросами управления. Специалисты уже сейчас изучают опыт передовых музеев по освоению технических новинок, которые в Хакасии будут применяться впервые. Что будет со старыми помещениями музея и филармонии, еще решается. Музей имени Козласова станет для новой структуры испытательным полигоном, но не последним. Также дирекция будет управлять новым лечебным корпусом республиканской больницы и перинатальным центром. Первый экзамен дирекции предстоит держать уже этим летом. К юбилейному форуму на Гладенькой должна открыться первая очередь музейного комплекса. Самая уважаемая хирург Хакасия на этой неделе ушла на заслуженный отдых. Это Надежда Гончарова. Она проработала в медицине, страшно представить, 65 лет. 54 года из них отдала республиканской больнице. Своим служением самой гуманной профессии Надежда Николаевна ломает все стереотипы. Начиная с того, что хирургия – это сугубо мужское занятие, и заканчивая тем, что у врача рано или поздно наступает эмоциональное выгорание, и он перестает быть внимателен к пациенту. А докторе с большой буквы – наш следующий материал. Каждая неделя в республиканской больнице начинается с планерки, где собираются руководители отделений и врачи. Но сегодня повод особенный. Последний раз здесь присутствует старейший хирург республики. И никакими словами не выразить все восхищение и уважение к этой женщине. Такой замечательный доктор оказался еще прекрасным человеком. Вы до настоящего времени являетесь членом нашей общественной организации. То есть ваш авторитет – это большое дело. Все мое семейство, и папа, и бабушка, и я прошли через ее хирургические ручки. И в свое время я, ну вот маленькая-маленькая, это июль 76-го, но сильно хорошо помню, как она ругала багратского хирурга, когда он что-то там упустил в этот момент. Надежда Николаевна Гончарова в медицине с 50-го года, а в областную больницу, как она тогда называлась, устроилась сразу после открытия хирургического отделения в 61-м году. Как и вся медицина, хирургическая служба только становилась на ноги. Так что молодой врач сполна испытала все издержки этого процесса. Своим учителем Надежда Николаевна называет легендарного Федора Гергенредера, воспитанника Александра Бакулева. Прошли десятилетия самоотверженного труда, и Надежда Николаевна сама стала авторитетом для молодых кадров. Она возглавила хирургию республиканской больницы. Любимое дело было настолько смыслом жизни, что даже с наступлением пенсии не возникало и мысли об отдыхе. Врач продолжала трудиться уже в качестве главного внештатного хирурга Минздрава. Сдалась перед своим возрастом Надежда Николаевна только сейчас, когда пошел 88-й год. Навертываются слезы, что столько лет проработал, вот, и приходится уходить. Такова ведь жизнь, ничего не поделаешь. Она не считала, сколько человеческих жизней спасла, но всегда знала, равнодушие – главный грех для врача. Своих пациентов вела до самого выздоровления. И в каком бы далеком у Луси не жил человек, всегда звонила туда, интересовалась, как он себя чувствует после операции, все ли правильно хирургам было сделано. Это сейчас у медиков много технических возможностей, а тогда все было гораздо скромнее. В те времена, кроме анализа крови и рентгена, ничего не было. Значит, руки твои, как ты хирург, как они у тебя пойдут. И голова, на что ты способен. А сейчас же совсем по-другому. В это сложно поверить, но еще два года назад Надежда Николаевна сама проводила операции. Проработать на одном месте 54 года – само по себе подвиг, а оставить после себя доброе имя – подвиг вдвойне. И кто сказал, что хирургия – исключительно мужское дело? В основном же на кухне у нас кто готовит? Женщина, да? Но если приготовят мужчины, это будет гораздо более вкусно, изысканно, нежели женщина. Так, я думаю, применимо в данной ситуации. То есть женщина-хирург, не каждая женщина сможет стать хирургом. Так же, как и не каждый мужчина, конечно, в большинстве. Но если у женщины она станет хирургом, то мужчинам на нее равняться придется. Живая легенда республиканского здравоохранения Надежда Николаевна может сравнить, в каких условиях работали врачи раньше и как сейчас. По ее мнению, в прежние времена медикам приходилось гораздо сложнее. Так что зависимость между качеством работы и уровнем оплаты труда весьма условна. Врач – это прежде всего призвание. И об этом должны помнить те, кто решит посвятить себя этому делу. В эфире «Вести Хакасия. События недели». И мы продолжаем. В Хакасском техническом институте может открыться военная кафедра. Такую возможность в среду обсудили глава республики Виктор Зимин и ректор Сибирского федерального университета Евгений Ваганов. Создавать кафедру в ХТИ будут не на пустом месте. Дело в том, что с сентября Сибирский федеральный университет реализует в своих заведениях пилотный проект. 60 студентов наряду с обычной учебой проходят военную подготовку солдат и сержантов запаса. Эксперимент проходит успешно. Желающих попасть на военную кафедру немало. Ведь это очень удобно. Не тратить год на службу в армии, а пройти ее во время учебы. Глава Хакасии считает, что пилотный проект должен перерасти в настоящую военную кафедру, которую будет готовить офицеров запаса. И дело не только в интересе самих студентов. Как рассчитывает Виктор Зимин, это позволит повлиять на отток будущих инженеров и строителей в другие регионы. Ректор СФУ Евгений Ваганов поддержал предложение главы республики. Виктор Михайлович очень обеспокоен был большим оттоком молодежи, именно мужского населения, молодежи из Хакасии. Это должно быть заботой, чтобы задержать здесь ребят. И вот одно из вариантов, это, наверное, такая реализация такого пилотного проекта и здесь. Но самое главное – организация военной кафедры. Военная кафедра – возможность подготовки потом уже и офицерского состава. Со своей стороны глава Хакасии намерен просить содействия и у министра обороны России Сергея Шойгу, чтобы он помог в открытии военной кафедры в ХТИ. Не исключено, что подготовка офицеров запаса может быть возможна и в Хакасском госуниверситете. Это, безусловно, добавит ему веса. Героя нашего следующего материала, Анатолия Ивановича Соколова, быть солдатом научила сама жизнь. Его, как и миллионы других советских воинов, просто кидали в бой. Потому что шла Великая Отечественная война, и отступать было некуда. Воспоминания ветерана из Усть-Абакана в нашей рубрике «Герои Победы». Мы пошли в армию четверо. Отец и три брата. Старший брат с 17-го года, под Москвой погиб Гриша. Лев, брат тоже, и я. Отец пришел в 43-м году, и меня забрали 12-го ноября в школу младших командиров. Нам не дали научиться. Присвоили звание эфрейторов и отправили на фронт. Нас в сторону Карелии отправили. А другой эшелон в сторону города Павлова. Два эшелона. Ропшинская, 131-я дивизия, 743-й стрелковый полк. Мы по Прибалтике шли, там все болото было. Танки не проходили, и вообще тяжелое орудие тоже невозможно было провести. У нас колоссальные потери были. Вот здесь Финьского залива, осенью там белая ночи, и вот смотрю, прилив. Колеблит эта сама мина, противокорабельная была. Она была подвесного действия, а трос перержавел. И она блуждающая. По форматеру там, значит, она могла бы взорвать любой корабль. И я тогда взял причелиться, стрелил в нее. Как она бабахнет! Бахнет! Меня как корова языком слезнула. Смотрю, бежит старший лейтенант. В чем дело? Я говорю, да вот так и так. Мину расстрелял. К награде приставлю. И вот, по сей день я еще ее не получил. Мы не за наградочные. Мы освобождали родину свою любимую. В Ленинграде ой, тощие старушки шли в Неву за водичкой. Окна все разбитые. Полейницы трупов. Крыши объедали, щеки, носи. Все, где мякоть какая. Такие злые крыши были, что прямо ужасное дело. И вот шел это как раз на фонтанке 90. Крыши ночью пошли через дорогу все. Вот это, большие крыши по краям, а мелкие все в средине. Ну и что, я тоже очередь дал по им. Они прямо на ходу жвали этих самых раненых этих крыс и бежали. 45 километров мы не дошли до Берлина, остров Жуге. Там три города на этом острове были. Там была фашистская группировка, которые ждали корабли для эвакуации туда, в западную Германию хотели туда эвакуироваться. Нас послали для уничтожения. И вот там был огромный бой. Столько техники там было. Я, когда пошел в армию, я думал, нет, я не буду стрелять в людей. А потом, когда посмотрел, мой товарищ, в полковой школе вместе были с ним, он наполз на мину, животом. И у него разорвало живот, и кишки вывалились. Перевалился тут ко мне сёклов, дорогой, перевяжи, пожалуйста. А сам сидит, кишки-то держит, и другой рукой соломки эти отбрасываю. Я его, это, какой у меня перевязочный пакет был, ну, что я его обмотал-то. Перитонит у него начался, воспаление брюшины. Всё. Меня тогда потрясло. Зло стало на этих, на фашистов. Думаю, мы же ещё были не целованные ребятишки. Вот. И они нас не щадили. Поэтому мы уже как кровь за кровь, смерть за смерть, шли освобождать свою родину. Всё приходящее, а музыка вечно. Через неделю жители республики ждёт уникальная концертная программа «Мелодия любви». Её восстановили по многочисленным просьбам зрителей, которые не смогли попасть на юбилейный концерт композитора Татьяны Шалгиновой. И сегодня заслуженный деятель искусств Хакасии стала гостем нашей программы. Здравствуйте, Татьяна Фёдоровна. Здравствуйте. Итак, недавно состоялся ваш юбилейный концерт, билеты на который были раскуплены вот задолго до самого концерта. То есть был ажиотаж. Вы ожидали такой интерес зрителей? Как вы думаете, о чём это говорит? Ну, честно говоря, конечно, я такого сильного ажиотажа не ожидала. Но я знала, что интерес будет. Я хотела сделать подарок, прежде всего, для детей, которые занимаются музыкой. Они знакомы с моей музыкой, они играют её, часто исполняют на конкурсах, не только в Хакасии, но и далеко за её пределами. Для меня, как для зрителя, открытием стал дуэт фортепиано с национальными хакасскими инструментами. Получилось всё очень красиво, необычно и как-то ново. Я сочинила около 11 пьес для хобраха и фортепиано. Сборник издан при поддержке Министерства культуры Хакасии. В этот сборник вошли 11 пьес. Они специально написаны. Там два цикла. Один цикл называется «Дворец в Кимичкете». Это из пяти пьес. И второй цикл называется «Живое серебро». Туда вошла музыка к спектаклю «Алый Пильтаран». Достаточно ново для нашей музыки. А можно ли ожидать ещё какие-то такие эксперименты? Да, я сейчас работаю над сборником для «Ыха». Сотрудничаю с тоже очень хорошим музыкантом Оржаном Туденевым. Сергей Черков специально сейчас изготавливает «Ых» инструмент для Оржана концертный. То есть наши хакасские инструменты мне бы хотелось бы, чтобы у наших хакасских инструментов был концертный репертуар. Комбинации могут разные быть. Даже с органом, например, хобрах и орган. Почему нет? Исполняет же Чадхан с симфоническим оркестром. Не могу не спросить о Руслане Ивакине. У вас такой замечательный тандем. На чем вы сейчас работаете? Чем будете удивлять? Ну, работа у нас постоянная. Вот очень много идей, очень много проектов, которые надо осуществлять. Ну, они наступают, как-то вызревают сами по себе. Но сейчас вот он, я знаю, что он сейчас едет в Париж, в Кёльн и в Вену по приглашению ЮНЕСКО в составе делегации Тюрксой. Вот там он будет исполнять три композиции. Там же будут показаны клипы, два этих клипа, которые сняты Хакас-фильмом. вот, и исполнит замечательную песню, золотую просто песню Георгия Ивановича Челбаракова «Счастье матери». Так что Европа, я думаю, он тронет сердца Парижам, в Германии, в Австрии. Я думаю, что, наверное, духи нашей земли выбрали его голос для того, чтобы он звучал, рассказывал о нашей Хакасии. И мне очень радостно, что везде, где бы он не исполнял, везде он трогает сердца людей. Люди много пишут. Он мне часто отправляет впечатления, которые люди получают. Где-то в глубинке, в европейской части хотят изучать Хакасский язык. Что, на каком языке ты поешь? Почему так мы трепетно? Почему мы плачем? Один пишет, я езжу только с этими песнями. В машине у меня только я слушаю, и отдыхаю. Расскажите немного о предстоящем концерте «Мелодия любви», который состоится как раз по многочисленным просьбам зрителей. Что нас ждет? В этот концерт «Мелодия любви» войдут фрагменты моего авторского концерта. Конечно, мы не можем повторить полностью, потому что там были симфонические оркестры, и духовой оркестр. Руслан Ивакин приезжал, приезжала певица из Тувы Эльвира де Кулак. Но будут фрагменты. Из этого. И новые номера мы приготовили. Я думаю, что концерт будет интересный. Он будет как букет из мелодий различных. Когда наступает весна, и природа просыпается, я думаю, что наши души тоже должны как-то обновиться, перезагрузиться. А самое, наверное, сокровенное чувство, которое человеческая душа может испытывать, это, конечно, любовь. Поэтому мы хотим подарить эти мелодии, чтобы человек встретил Новый год, когда солнце начинает прибавляться, и дневное время суток увеличивается, чтобы он расцветал, человек, душа его расцветала. Да, и вот я хотела сказать вам спасибо, Татьяна Федоровна, как раз за то, что ваше творчество и несет вот этот свет любви. Спасибо. Удачи вам, творческого вдохновения и благодарного зрителя. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. 18 марта страна отметит первую годовщину присоединения Крыма к России. В Хакасии торжество в честь даты состоится на Первомайской площади в 17 часов. Сначала пройдет митинг, а затем концерт известных артистов и творческих коллективов. Организаторы приглашают жителей гостей Абакана принять участие в празднике. На этом у меня все. Напоминаю, что материалы программы можно посмотреть на нашем сайте вестихакасия.рф. Я желаю вам всего самого доброго и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok